Марихуаны не пробовали? Нет. Ладно, сместили. Юля, вот это Ромео и Жюли, это я такие кубинки не слышал. Это в каком ценовом диапазоне одна единица? Около 8-9 долларов. Ну, это не кубинская, это, понимаете, кубинские уж намного, например, дороже идут. То есть 9 долларов. Ну, как ему я назвал? 70 кусков стоит. 25 штук. Они же крепкие, очень крепкие. Вы не в затяках курите, да? Сигары вообще нужно курить, не в затяг. Ну, да. Вот-вот, Арсен, чувствуешь, да? Вот оно, вот оно. Конечно, конечно. Аристократия. Прям запахло. Кубинкой задел. А я думаю, что такое затянулся, полдня откашливался. Это аристократические эффекты, послевкусие такое. А, это я стал аристократом. Как бы, получается, что крестьяне курят сигареты обычные, а ковбой и пастухи этих лошадей или кого-то там в пустыне курят сигары. Вот, вот оно, как бы. Нет. Ну, они изначально курили. У индейцев подсмотрели там тютюрки и свои пипирки сделали. Почему они такие черные? Потому что срисовывали с негров. Почему кубинский горел черного цвета? Потому что не с кого было брать пример. ралли негров? Ну, раньше. Это раньше, например. Раньше пиццу готовили только люди низких слоев населения, а сейчас пицца популярна среди всех. А сейчас их ест низкий слой населения. Вот, ну, почему вот, собственно, кубинки такие длинные? Кстати, Фрейд любил сигары курить. Он умер, да, по-моему, уже? Да, он как бы представлял, что он сосет хуй, как бы, в этот момент. И, да, вот, это уже то ли от сигары он еще на рак губы был. А, Юлия, а ваш молодой человек тоже любитель сигар? предпочитает сигары? Он вообще не курит, да? Нет, не курит. Понятно. Юлия, вы в курсе, что Фрейд, когда курил сигару, представлял мужской этот орган? Ну, это его личное дело. его визуализация процесса. Юлия, вот, тема про рептилоидов. А ты-то откуда в курсе? Они вместе курили. Вот, Юлия, чем вам все-таки в совокупности, да, вот, информация с поводу рептилоидов и прочее, прочее. Какую пользу в жизни, вот, что поменялось? Ну, насчет рептилоидов, только сегодня была затронута эта тема. Она не каждый день обсуждается. Ну, и так далее. То есть, понятно, что рептилоид только сегодня было, еще надо осмыслить, и только потом будет польза. Но предыдущие, то есть, темы вы же долго слушаете. Вот, что изменило жизнь, взгляды, деяния, может, еще что-то? У каждого же есть изменения все-таки? Мне данные темы интересны, потому что они не сильно широко обсуждаются в официальных источниках, даже, можно сказать, больше вообще почти не обсуждаются. Этим меня и привлекают эти темы. Я имею в виду, в жизни что-то поменялось после изучения. У меня, допустим, да, у вас что-то поменялось, что вы можете описать? Ну, так вот сразу непонятно, но я думаю, что просто я стала больше об этом задумываться, больше размышлять. И я, кстати, думала, я стала больше уходить в этот виртуальный мир, то есть возможно меньше общаться с людьми, но почему меньше общаться с людьми из внешнего мира, я поняла, что просто с некоторыми людьми я стала общаться меньше, то есть, скажем так, очищаю свое пространство, пространство общения. Ага, ну, правильно, правильно. А вы стали подмечать рептилоидов вокруг нас? Я так понимаю, это сказано условно, они же так по улицам не ходят. Вот оно, вот оно, аксен, чувствуешь, да? Вот оно. Я прослушал, честно. В смысле не ходят по улице? Ну, например, змеи по улицам не ходят, и ящеры. Ничего себе. Не ползут. Не ползут змеи. Они же не ходят. Они же в другом обличке, как бы. А эти? Я думал, обычные. Не ползает тот, кто рожден летать. Да. Превосходно, превосходно. А по поводу видео, то что? Я задал вопросы, спрашивали, что в этом плохого? В этом есть что плохого, но я не смогу вам объяснить, потому что достаточно уже в зрелом возрасте, если вы не понимаете, то я не смогу объяснить, но в целом это, конечно же, плохо. Но девушки, может, и неплохо, не знаю. Такое. Нужно быть аристократкой, да, чтобы выйти на чистоту работы мозга, все-таки аристократы фиксируются каждый раз на установках чистоту работы мозга и так далее. Мы же не знаем, какая у вас, так далее. Вот, поэтому можно, эту информацию можно не переварить, как минимум. поэтому я просто вывод, конечно, сказал, что, в общем, это нехорошо. Это имеет последствия, во-первых, влияние на общество, а во-вторых, это раскрытие таких личных вещей, можно сказать, даже интимных, попки, да, вот это вот все. Маленькие, большие, неважно. Ну, то есть, это не свойственно аристократии, аристократки вообще ходят практически как манджерхетки, ну, образно, закрытые, вот типа. Также принцессам, ну, настоящим принцессам запрещено красить ногти в яркий цвет. Ну, конечно, почему? Ну, это по уставу, по уставу. Ну, да, по понятию. Ну, вот раньше почему жили раздельно, да, царь от царевны, они в разных комнатах, так жили аристократы. Сейчас все вместе крестьяне, конечно же, живут. Меня уже тошнит, честно говоря, от этих крестьян, им надоедают они, и бытовые проблемы, начинаются ссоры, все потому, что крестьяне обречены на страдания. Аристократы раздельно с женой живут, либо бешеной, либо раздельно. вот, ну, да, это уже личный вопрос, хотел у вас спросить, как у вас. Ну, что, как и всех сейчас, современная молодежь, в принципе, вместе объединяются, как Крым с Россией и живут в одной квартире. Ну, вообще, я считаю, что человек, по своей сути, он одинок, на самом деле, какая бы ни была у него семья, многочисленная, или нет, сколько бы у него ни было друзей, знакомых, он одинок. Почему? Он наедине со своими мыслями, со своими какими-то желаниями, планами, целями. Он сам решает, что ему сделать, что ему сделать сегодня, завтра и так далее. То есть, по сути, человек, он одинок. И, конечно, я думаю, более гармонично, когда человек, у человека есть время побыть одному, а не так, что 24 часа в сутки со своими, со своей семьей постоянно он даже не успевает подумать о себе или вообще о своей жизни. Конечно, это негармонично. Кстати, да, по сути, так и есть, что каждый, в принципе, сам по факту. А молодой человек тоже изучает знания подобные или нет? И если не изучает, вот конфликты возникают ли при обсуждении там? Нет, конфликтов не возникает, если даже у нас какие-то разные мнения по какому-то поводу, так как я человек не конфликтный, я просто предпочитаю заблуждать ситуацию, не спорить и не доказывать, потому что это бесполезно. Ну, оно изучает что-то подобное или нет? Нет. А скажите, пожалуйста, Юлия, ваш молодой человек, он приверженец сферической земли или плоской все-таки, где он живет? Он больше доверяет официальной науке. Вот он, вот он, Арсен, чувствуешь? Фиксируем, сейчас акт заканчив практически. А конспирология, он не увлекается, совсем не разделяет ваши интересы по этому поводу? Нет, я уже спрашивал. Чем-чем? Конспирология? Угу. Да. Уже, да, был вопрос. Нет, не интересуется. А, Юлечка, скажите, пожалуйста, а вы сами какой концепции придерживаетесь все-таки сферической или плоской земли? Ближе к плоской. Я так думаю, я так предполагаю. но я не утверждаю наверняка, потому что я конкретно не видела нашу землю со стороны. Я не утверждаю на сто процентов. Просто я так предполагаю. Понятно. А вы же фанатка вроде как Славы Котлеровой, не правда ли? Почему тогда не сотовая? Потому что он же отрицает второобразную землю. чуть-чуть погромче говорите, какую отрицает землю? Он отрицает шарообразную землю. Неадекват. Он шарообразную, да, отрицает. Ну, и что? у отрицает. Я думаю, что скорее всего земля имеет плоскую поверхность. но ведь есть еще теория, скажем так, сотовая земли. Почему вы не поддерживаете кумира? и не опровергаю и не соглашаюсь. Не опровергаю и не соглашаюсь. Но Юлечка, согласитесь, что так можно ответить на любой вопрос? это же не совсем конструктивно. Так можно по кругу ходить, это луп. Теория сотовой земли говорит о том, что земля имеет плоскую поверхность. И я тоже думаю, что скорее всего земля имеет плоскую поверхность. То есть сходство. Находите? Да, есть тут фенки баутер немножко слегоньца так сахарочек, пудрочка такая посыпана. Сахарочку лучше бы поменьше употреблять. Лучше вообще не употреблять. Вести к нулю. Как же так? фрукты, овощи, там везде сахар. Да, но это природный сахар. Как говорят, в Одессе это две большие разницы. Тогда надо уточнять, про какой сахар речь. Если сахар вообще свести к нулю, дегенератом станет. Искусство. слушать свой организм. Слушать то. мой организм говорит, что нужно употреблять только кокин трав. Разумистом как бы спорта не хватает. У каждого свой путь, своя дорога. Не хватает. Разумистом вот Юля спорта не хватает. Они сидят в конфачей смотрят ютубчик со скоростью 2.0. Вы бы не могли вот ролики специально для нас сделать видеоролик? Я тоже смотрю ролики со скоростью удвоенной. А вы воспринимаете информацию на такой скорости, Юлечка? Да. Еще я включаю субтитры, но конечно на тех видео, где есть такая возможность. На некоторых они отсутствуют. Отсутствует такая возможность. Если вы сделаете ролик для разумистов, которые сидят в конфачье смотрят Ютубчик на скорости 2.0. Креатор упражнения. Креатор тебя очень тихо слышно. Пожалуйста, настрой аппаратуру. Ты давний участник конфача. Не позорься. Буст сделай какой-то переходник за Алиэкспресс за доллар купи. Что-то предприми. Очень тихо слышно. Никак не усилить. относительно всех остальных участников. Я забыл, о чем мы говорили. Какая тема была? Тема была про скорость 2.0. А, да, про ролики что-то говорили. разумистов. Ну, да, для разумистов упражнения запишите видеоролик. Сейчас нормально слышно? Чуть лучше, погромче стало. Чуть слегка. Значит, вот какие-нибудь упражнения для разумистов, которые смотрят только ютубчик. Сидим, анализируем плоскую землю, а вот спортивное движение, жизнь движения мы немножко упускаем. Вы бы записали ролик для нас разумистов, что нам делать. На велосипеде может быть, сколько проехать или подпрыгнуть сколько раз. Какие-нибудь упражнения, это сказано так обобщенно? вы хотите какую-нибудь разжеванную информацию? Питание, да, и упражнения. И не то, что именно какие-нибудь доступные разумистам. Ну да, конкретно приседания, сзади съемка, чтобы я понял, чем ведется. А Юлечка, вопрос такой, А вы бы не хотели переехать в какую-нибудь уберменьшинскую страну из унтерменшинской? Например, ну я так понял, вы в Одессе, в Украине, да, это не совсем унтерменшинская страна, но все же вы планируете переехать в какую-нибудь нормальную, адекватную уберменьшинскую страну, например, в Европейский Союз все-таки, или в Америку может, или в Австралию даже, в Новую Зеландию, или так и будете не пойми где всю жизнь. Уточните, пожалуйста, что означает уберменьшинская страна и интерменшинская? Объясняю, плоский диск разделен на страны по категории, значит, уберменьш, уберменьш, сверхчеловек, страны для сверхлюдей и для недочеловеков. То есть, Россия это колония для недочеловеков, из которой тупо выкачиваются ресурсы. Так определено самим Ротшильдом. А еще Гавах. Да, еще Гавах, там, это все понятно. И есть территории, на которых зафиксировано и будет фиксироваться в 21 веке гарантированное развитие. То есть, опять-таки, все определено Ротшильдом, то есть, соответственно, Европейский Союз, Америка, Австралия, Новая Зеландия, везде будет развитие. Вы планируете переезжать из территории такой недоразвитой, которые будут использоваться новым мировым порядком в территории более развитой? Пока нет. мне нравится тот город, в котором я живу. Здесь прекрасное, это прекрасное место для здорового образа жизни. Есть море, хороший воздух. А Одесса, да, прекрасное место для здорового образа жизни? как Дубай. Там все равно молодой человек даже не даст. Если он не увлекается конспирологией, то он вообще не поймет этого. Ну, да, да, да. То есть получается Одесса это потрясающее место для развития спорта, так что ли? Альти очень сильно развита. Для здоровья. Смотри, смотри, Оксана, интересно получается, если Одесса это потрясающее место для здоровья, тогда что же такое Новая Зеландия? Мусорный бак. Такой мусорный бак. Мы с тобой на одной волне. Я в Зеландии максимум по 50 буду. А в Одессе я пойду в туалет. В Новой Зеландии можно пойти в море это сделать. В Одессе есть туалет. Чувствуешь? Ну да, да, контраст, он, конечно, шокирует. А что после этого Дубай? Что Дубай после Одессы? Сидней которого не существует как сказал специалист из Харькова. Действительно, кто-нибудь видел ролик от Австралии и не существует? Мне что-то попадалось и я так пробегал мимо. Я видел несуществующую Австралию. Ну да, я тоже. У меня отец приехал из несуществующей Австралии и привез несуществующий магнитик. Который был произведен в Китайской Народной Республике. Который тоже не существует. И у этого ролика миллионы просмотров. Из Австралии. Ну все-таки Юля все-таки серьезно. Мы пошутили немного. Все-таки серьезная тема. Интеллект у вас очень высокий. Вы знакомы со всеми темами. Тоже разделяете даже то, что земля плоская. Это удивительно в наше время. То есть, ну понятно, что вы в общем-то разумист, Юлия. то вот это момент меня нас footed нас дорожил. Не укладывается в голове. В Украине сейчас заработная плата составляет 200 долларов 250 долларов ну 300 долларов то есть это это помойка это даже не могу подобрать слов это что-то невероятное и о каком здоровье может быть но вообще речь идти или о благоприятном уровне жизни в стране с такими низкими зарплатами юль ну как-то поясни этот момент непонятный июль по поводу переезда ли не переезда я сказала что пока нет вот я заметил у вас этот контент английском языке да совершенно верно не на русском не на украинском до английский это распространенный язык в мире на нем говорят более 1 миллиарда людей я тоже понимаю этот язык но вы знакомы с английским правилам до почему вы говорите джулия а не юлия это какое-то равняне равнение на запад или как-то момент у меня ник так написан поэтому я так сказала но я юлия и джулия можете говорить юлия ну арсену ты заметил да такой ник достаточно аристократический джулия лукшериейт да то есть такое люксовое джулия люкс да крестьянка низкоранговая она уже не станет называться такими никами плюс еще курит сигары как мы выяснили ранее это немаловажный момент кстати то есть по итогу можно констатировать что джулия она как бы в нашей секте в секте аристократов если так можно выразиться то есть то есть слово секта похоже на слово сетка секс да цвет то есть джулия можно констатировать она люкс высший сорт высший класс также как мы конец столетий настойки вот и именно поэтому я из ну задавал вопросы про молодого человека не с целью там как-то подъебнуть да или может быть какую-то личную информацию получить а с целью определение статуса да потому что статус он решает в нашей жизни статус это все кто ты по жизни да как в общем то все мы говорим друг другу кто ты по жизни ты аристократ или крестьянин и меня но не интересует там к это личная информация я просто хотел подтверждение у юлии по поводу молодого человека он тоже как бы один из наших на грубо говоря тоже аристократ как она считает или все-таки крестьянин ну то есть это просто как как статус да как некое подтверждение такое вот и все ну да как бы немножко неуважительно так считает что мы тут настолько примитивные глупы что будем интересоваться личной жизнью или же проявлять любобытство чтобы строить аналогии это уже изначально немножко недооценка до нас в принципе но возможно из-за сторонних вопросов да там конечно не тактичные вопросы были в целом это составляющая картину описание ладно судя смотри потому что он не изучает конспирологию скорее всего возможно это патриот своей страны и будущий отец как он считает ну как классический то есть тип мужиков осталось только понять крестьянскими и крестьянскими работали работами ли занят или нет но это такое уже даже это если и так как его девушка не буджи порочить достоинства так скажем то есть минусы показывая ну да да полностью с тобой согласен но юлия вы как-то подтвердите статус как-то статус юля подтвердите он молодой человек тоже из наших так сказать или нет уже сдавали вопрос по поводу интересуется ли он конспирологии я уже отвечала ну понятно значит все таки не аристократ вывод . но смотрите юлия то есть я не понимаю зачем вы скрываете если парень ну не аристократ это нормально то есть этого не надо как-то стыдиться им как-то по этому поводу комплексовать то есть по аристократах аристократов вообще в целом их ограниченное количество да ну думаю не стоит наверно лекцию читать хотя вы наверно не понимаете что такое аристократия своей истинной сути но вы сможете так все-таки почувствовать что такое аристократия по этому поводу было много стримов где объяснял это отличие крестьянина от аристократа поэтому если например муж молодой человек не аристократ это не повод как-то напрягаться по этому поводу переживать почему так объясняю потому что молодого человека крестьянина его всегда можно в общем-то обменять на достойного аристократа это совершенно не проблема правильно аксен я говорю да меняйте перчатки в принципе можно молодых людей вот-вот поэтому это такой мелкий штришок мелкий такой как сказать мелкий прыщик на лице до который можно выдавить замазать тоналкой и исправить не принципиальная проблема почему я так говорю потому что я часто в общем-то вижу на улице у себя европейском городе молодых талантливых можно так сказать девушек и женщин которые но выглядят как аристократки то есть у них сигара пьют дорогое вино главное одеваются одежда выдает аристократок и рядом с ними я вижу в то же самое время кого крестьян то есть такие неотесанные знаешь мужчины такие ух боевые там все за родину там ух деды воевали там то есть ну крестьянский в суть их проявляется из всех щелей прет то есть на ногах мы видим ботинки которые не надо чистить правильно натирать воском сразу же понятно не аристократ ну или же летом шлепки или летом шлепки одевают брюки которые не надо гладить какие-то джинсы как обычно вот это низкоранговость крестьянская суть на ну и рубашка которая тоже не надо гладить к это мягкая одежда или дутая одежда сразу понятно вот крестьянин но вот эти вот все факторы смотришь понимая что крестьянина не понимаешь одного почему достойные аристократки выбирают таких вот мужчин крестьян в общем то зачем опускаться на социальное дно ведь даже окружающие видят этот контраст что-то не то девушка нормально одевается да то одно как бы в ней обувь которую надо чистить там полировать воском а мужчина одевает какие-то там в общем-то кеды которые не требуют ухода или прическа то есть синовало отряхнулся встал синовало там волосы как-то заправил и не нужно делать прическу понятно крестьянин и вот зачем девушки с такими ходят вот эта загадка конечно для меня но они все ваши девушки не могут продать себя до подороже так сказать но не в плане продать в рабство а вот как любая информация она про то есть как это сказать в плане но вот это парень девушка стоют там в пару вот значит они друг другу продали свои услуги не за деньги ну так вот девушки недостаточно просто одеваться как аристократкой там вести как аристократ все она не обладает навыками продажи которые исходят от понимания устройства классического лоха то есть мужика ну она будет пытаться пытаться в итоге с лёшей войти в шлёпках будет ходить из одессы ну это твоя версия твоя версия возможно что так и есть ну как бы я не знаю но это твоя версия тем не менее а может быть и у юлии как у девушки есть к эта версия почему вот девушки все-таки выбирают каких-то крестьян таких вот ну ниже статуса себе скажем так то есть может у юлии какая-то версия есть на этот счет если говорить о данной ситуации о данном примере я считаю что все банально возможно просто влюбились этого человека но скорее всего такие отношения не не будут какими-то долгосрочными рано или поздно между этими людьми будут возникать какие-то недопонимания эти люди не смогут понять на конца друг друга потому что они мыслят разными категориями в принципе по-разному мыслят человек покупает жигули не потому что он жигули влюбился то что у него не хватает он не достоин так скажем не жигули то же самое девушка микро то есть в любовью можно конечно оправдание найти а по факту просто не тянут есть такие примеры когда какие-то принца какие-то монархи принца женились на официантах и не становились принцессами а принцессы когда-нибудь женились на официантах во первых принцессы не могут жениться по определению они разве что могут выйти замуж по поводу того выходит ли замуж они за официантов не знаю не знаю пример пример сказки фюрер подсказывает что это сказки сразу сходу юля юлечка я читала про эту историю это не одна такая история в японии скорее всего это происходило охуительная история из японии понятно примеры одной принцессы которая вышла за официанта крестьянина который ходит в шлепках таких не знаю не слышно а ну все понятно значит таких примеров нет потому что не только ты не слышал никто не слышал то есть это невероятные истории то есть ни одна принцесса вывод такой ни одна принцесса никогда не будет выходить замуж за крестьянина за официанта понимаешь либо если она сильно захочет выйти за него замуж есть такой вариант как отказ от своего статуса принцесса вариант то может и есть но никто им не воспользуется никогда а все почему правильно потому что через баб проще всего управлять мужиком и в 30 а почему его ж ж жюлия воспользуется вот в пути все жюля таким образом подведет под монастырь всех мам включая себя да а а скину ссылку на все понятно почему они выбрали почему и зачем эти примеры нужны правильно чтобы мужики велись на вот это да правильно это же не женщины это мужики они-то поведутся ясен ну да это на создание иллюзии что все возможно ну да да это жесткая нлп интеграция рассчитанная на мужчин поэтому в медийном пространстве в общем-то эти темы интегрируются я бы даже сказал проталкиваются жестко так но они очень функциональное назначение у них очень полезно и коэффициент полезного действия высокий все-таки можно таким образом нищая население чтобы жила с какими-то утопиями голове и не так уж сильно там возникало да к сожалению аристократический класс невозможен без этих сказок ну да да это конечно печально вот я к чему это все говорю просто вот честно тебе признаюсь арсен я посмотрел сейчас весь канал юлии до потрясающие видосы потрясающая попка потрясающий пресс все подкачано симпатичная и мне просто ну почему-то по-человечески стало жалко да объясняю сразу же почему то есть я испытал такую эмоцию да немного аристократическую почему потому что ну ну человек выглядит как принцесса да по факту но при этом живет в совершенно таких неприемлемых условиях конечно же совершенно какая-то одесса ну что это такое какие-то жалкие 250 долларов но я конечно не знаю может быть там бизнес есть у юлида может быть там как-то получше все но судя по тому что юля не поясняет за материальное положение аристократическое наверно как у всех правильно просто вот по-человечески как-то становится жалко то есть действительно принцесса то есть работает над собой старается самое главное одевает закрытую обувь летом правильно то есть потрясающее потрясающее тело которое строит это все вызывает уважение но вот эти вот условия конечно это печально ну и плюс еще непонятная ситуация с парнем тоже ну с молодым человеком потому что тоже непонятен статус молодого человека ну как понятен конечно нам-то все ясно уже со статусом вот как бы но это печально это просто печально ну что-то можно исправить сервис то есть он уже работает в общем то он уже запущен ну как вариант можно предложить почему нет принципе если человек хороший да ты считаешь что надо вытягивать естественно тоже цель в принципе миссия основная ну да но вопрос хочет ли сам человек вытягиваться правильно или его устраивает некий такой уровень планка которая находится и для него это предел то есть мечтаний кстати судя по тому что юлей нравится одесса как бы вряд ли она считает что это унтерминьский или капитан территории убер юлия но вы как как сами чувствуете вы хотите вытягиваться из вашего положения или все-таки лучше законсервироваться и ничего не менять своей жизни вот как чувствуете именно интуиция женская подсказывает ну как известно страны делятся три категории я так понимаю что вы считаете что лучше жить в странах первой категории да ну я считаю что для девушки самое главное вообще это два фактора основных скажу прямо да то есть жить в берменьшинской стране и иметь молодого человека аристократа все вот это костяк можно сказать основа фундамент все остальное там это уже излишки так сказать аристократов аристократов не так уж и много ты посчитай сколько девушек а сколько аристократов но это да но девушки тоже бывают разные бывают такие девушки как юлия которые накачивают попку которые самосовершенствуются правильно а бывают тоже в общем то лохушки которые остановились в развитии законсервировались правильно тоже как бы разные разные девушки одна девушка с рождения ощущает себя аристократкой в душе а другая как лохушка как крестьянка вот оно вот оно и обе сдохнут как лохушки я не знаю куда мы попадем после своей жизни это маленький секретик ну юля ты вообще хочешь вытягиваться из вот этого драматичного положения в котором ты оказалась когда для начала надо в этой жизни так сказать поменьше страданий когда ну понимать на себя чтобы минимально хотя бы убирать страдания нужно поменять локацию за территорией стран СНГ алло меня слышно но юля вообще ты как-то планину вытягиваться собираешься из ситуации драматической которые ты оказалась по воле случая когда парень крестьянин страна унтер меньшинская или все таки будешь оставлять консервироваться в этом состоянии а что есть только два типа крестьянин и аристократ или все таки этих категорий больше по количеству ну если бы ты читала гениальнейшего ученого грегори бейтсона книга шаги в направлении экологии разума ты бы знала что существуют только крестьяне и аристократы дело в том что он ему удалось научно доказать что 10 процентов особей в стае приматов они рождаются для того чтобы править грубо говоря это альфа особи с лидерскими качествами которые могут править это касается только приматов подчеркиваю а остальные это крестьяне то есть ведомые люди которые ведутся после того как грегори бейтсон ну совершил открытие это я совместно с другими учеными в общем то известными благодаря которым и совместно с которыми я снял фильм обнаружили такую интересную закономерность что если перенести опыт грегори бейтсона абсолютно научный на человеческую жизнь то вырисовывается интересная картина как раз таки вот эти 90 процентов они в человеческом обществе надевают шлепки открыты летом обувь которую не надо полировать лаком то есть то о чем мы говорили да то есть брюки которые не надо гладить вот вот она то есть а десять процентов это аристократы которые так себя ощущают и которые знают ну свое место что они ну созданные чтобы управлять доминировать быть во главе как бы высший стандарт высшее качество я бы даже сказал арийское качество то есть такое арийское качество они во главе общества и поэтому их всегда можно отличить юлечка понимаешь юль юлек это не просто так от балды легко отличается вот вот арийское качество видишь девушку рядом с ней парень и сразу понятно кто это аристократ или крестьянин какие брюки в руки надо гладить или он джинсах который не надо гладить правильно все все вот оно то есть у него арийское качество или нет он во главе социума или нет это особенно детском пляже отличить аристократа от крестьянина но это анекдоты анекдоты нормальный тот анекдоты серьезные вещи там брюк нет кому нет аристократов на нойдиских пляжах ошибаешься нет 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 ошибаешься козяв ну надеюсь юля ты поняла эту концепцию как бы что именно две градации думаю я еще и повыше объяснил а из этих десяти процентов какой процент интересуется конспирологии те те эти люди то есть процентов и все такие может быть такое что из них из этих десяти процентов не все интересуются пирологии из этих десяти процентов как на нудистском пляже есть извращенцы есть аристократы юлия я тебе так отвечу на этот вопрос который очень простой если человек не интересуются конспирологии то 99 процентов почти сто процентов что это крестьянин соответственно все десять процентов с погрешностью один процент до 9 10 процентов это аристократы те кто интересуется конспирологии вот и все это подтверждается тем что мы наблюдаем в обществе а я уж ну повидал разных людей то есть стримы провожу общаюсь принимаю звонки там горы фильмы снимаю профессионально то есть я уж повидал людей общество я знаю о чем говорю приблизительно так распределяется ну конечно с погрешностью так смотри какой прикол я же не слышал этой информации вместе сел ты услышал например наш спитаю засуньте кого запросто открылись кто тут про грегори бейтс 10 90 помнишь и дней пару назад говорил что вот по личным наблюдениям на такое предположение что рандомность рандомно рождаются аристократы то есть и крестьяне но пнд я там отводил пять процентов на 95 то есть а тут человек взял конкретно научный довод и он на уровне приматов то есть он с обезьянами этот эксперимент делал или с людьми с людьми негуманно обезьянам ну вот вот собственно это это в принципе и правда и истина потому что если так не было система бы не могла существовать это очевидно то есть человека нет выбора кем быть еще со старта он может быть всю жизнь пассивным и быть крестьянином а может родиться аристократом то есть это раз на рандомная по сути распределение да 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 я же про это и говорил в самом начале еще самого начала беседы понимаешь вот вот этот вопрос у меня остается буквально только один вопрос почему девушки ну понимая это обрекают себя на жизнь с этими фу крестьян то есть надо же как-то соответствовать правил в этом но общей концепции мы на это происходит из-за того я сейчас так думаю в принципе они не понимают на вот это вот глубины истинных знаний иллюминати истинной конспирологии что все-таки глубинная информация такая это извините меня не котлеров fm где поверхностная информация вот иллюминати инсайдер только глубинную информацию всегда преподносит это требует глубины чтобы понять осознать концепцию глубинных знаний такие что хочешь ли ты что-то менять у меня пока что не меняю на данный понятно понятно но в общем если передумаешь да потому что я вижу что ты в общем-то аристократ к не какая-то там крестьянка который не уважает себя не моется там ночует повозки с навозом прошу прощения за аллегорию вот действительно сама совершенствуешься как-то растешь ну одним словом аристократ к в общем если передумаешь что просто в бей на youtube два слова точнее три эвакуация от джеки инсайдера и там будет ролик послушай его внимательно да там один из стримов аристократических и там такой вариант хороший для аристократок вот ну как будет время если передумаешь что запишите себе и воспользуйся вот еще такой дружеский совет небольшой все-таки ну ну именно дружеский да не пойми неправильно все-таки присмотри за своим молодым человеком может быть что-то обнаружишь какое-то крестьянское поведение как-то он не так и на туалет садится да может быть ботинки одевает который не надо чистить натирать лаком может не любит одевать одежду которую надо гладить за которой надо следить может быть он не любит прически делать потому что если человек делает прически то это уже не крестьянин крестьяне он просто встал сеновало отряхнулся волосы там как-то скрутил до резинкой и все потому что надо надо виллу точить надо идти походить понимаешь вот и если что-то обнаружить что вот вот он мог крестьянин и все понятно как бы конечно сложно будет это принять потому что получается это будет дискредитировать тебя то есть получается ты сделала неправильно выбор там повелась лохушка не знала вот но это надо перебороть да конечно обидно но ничего там страшного нет вот как и в принципе люди которые покупают автомобиль когда им их знакомые указывают на минусы они хотят их принимать потому что они потратили большое количество там денег и времени на их зарабатывание что теперь уже слишком поздно принимать фактические вещи негативные то же самое из парня только лет жили там вот уже казалось планы что с ним будете там делать так скажем деток а сейчас вот приходит некая инсайдовая информация что можно что оказывается не все так хорошо конечно организм будет и мозг сейчас полностью блокировочный режим блокировка дифференциал а то есть антипробуксовочная система все сразу активируется а знаешь что самое смешное аксель в этой ситуации то что как правило эти люди они обосновывают но свою привязанность к машине приобретенной любовью типа мета понятия представляешь и поводят в уравнение мета понятия типа но я же люблю я же привязался к этой машине а ты тут где-то недостатки пришел говорить ты мне не друг то есть и вот это началось началось крестьянские паттерны срабатывать пошли-пошли лавина такая наворачивается лаваш крестьянских паттернов суть это любовь это вообще там что тебе выгодно что человеку выгодно то он называет любовь парень значит выгоден тем-то 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 по пунктам удовлетворяет то-то 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 поэтому ему говорят я тебя люблю если бы на то не удовлетворял ему скорее тебя не и пошли бы кашоту соседней фуры а пока он удовлетворяет потребности его любят то есть любовь это просто иная перефразировка слова выгода да 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 еще обрати внимание такой арсенчик что мусик что парень будет ну парень крестьянин если он крестьянин он родился крестьянином он будет наиболее часто использовать слово любовь да потому что ему это выгодно и чем более часто он использует слово любовь я тебя люблю то тем больше он крестьянин это тоже интересный момент потому что ему выгодно ну аристократку например ту же самую юлю или какую-то другую девчонку ну притянуть к себе он понимает что он крестьянин он родился уже таким об этом постоянно любовь любовь люблю люблю и некоторые ну девушки с низким интеллектом они на это ведутся так сказать любят ушами они глазами так сказать ну конечно вообще не самые нездоровые семьи большинство и нездоровая пара это те которые не существуют на взаимовыгоде и которые это друг другу изначально не говорили а которые существуют за счет любовь лицемеры галима вот этот фут приходит шлепка знаешь таким летом приходит на литерам два пива фу блин и че Darcen ты наливаешь два пива? three two one 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 two Ну, кстати, похоже, последний мем, который скинул фюрер, он как раз про то, что мы говорили. В Китае девушка отвергла предложение подарившего ей в Амбайджине мужчины. А почему она это сделала? Наверное, потому что крестьянин. То есть она увидела в нем крестьянскую суть, неправильно сигару держит, косит под аристократа. А личина, да, вот она, вот она, личина крестьянская прослеживается, небрежный, потом воняет. То есть вот она глубина. Пытается скрыть это, а сам по себе, вот он крестьянин такой, мерзкий. То есть крестьянская суть, она вот в глубине, ее никак не скроешь. Нет-нет, раз, и все равно оденет шлепки в летнюю погоду. Пальцы были видны на ногах, это же пиздец, это что-то невероятное. Так они уже начинаются с этого в молодости, а потом, когда даже на Ламборгини, казалось бы, нельзя-нельзя, но уже ломка начинается из-за ног. То есть пытаются раз в неделю одевать, два в неделю увеличивать интервалы, дозировку уменьшать. Ну да, да, думаю, с этой темой про крестьян все понятно уже. Просто, тьфу, на них и забыть просто. Как бы переключиться на что-то другое. Правильно говорят, сплюнь. Сплюнь в сторону, это вот про крестьян, действительно. Надо сплюнуть. Юлия, а ты тут вообще? Да. А вот ты говорила, что вы обсуждали какую-то тему интересную, там, на институте Б, кажется, какой-то стрим был интересный по поводу еды. Да, на тему глютена мы разговаривали. Глютен и что, что вот, ты там выступала докладчиком была или что? Да. Что, какой вывод финальный, что ты, ну, влила, так сказать, в головы неокрепшие? Финальный вывод такой, что нужно ограничить употребление глютена в идеале. Но все-таки, если у человека нет аллергии на него, на глютен, то ему не нужно сильно опасаться на этот счет. То есть, можно жить дальше спокойно. Глютен видоизменяет, скажем так, структуру кишечника. Если ты пойдешь после глютеновой диеты в лесок пожить там грибочков, поесть ягодок, тебя скрутит в херам. Ну, то есть, ты одобряешь, что все-таки можно и нужно есть пищу с глютеном, правильно? Да, я считаю, что можно есть пищу с глютеном, но желательно все-таки в небольших количествах. То есть, ты все-таки, ну, считаешь, что есть какой-то безопасный уровень потребления глютена, да? Да. Да, я считаю, что в небольших количествах это не будет вредно для организма. Допустим, в овсяных хлопьях содержится глютен. Но также есть польза в овсяных хлопьях. Если не есть их постоянно, так же в хлебе содержится глютен, в пасте, я имею в виду, в макаронах. То есть, если не сильно, а часто эти продукты употребляют, то что ж, все будет хорошо. Да, действительно. Что ж теперь? Овсяные хлопья не есть, если в них глютен содержится, правильно? Да. Да. Но лично я эти продукты употребляю не часто. Из них все-таки, ну, вот хлеб я не ем, а я ем хлопья, нет, не хлопья, называется хлебцы. Овсяную кашу я ем редко, а пасту из твердых сортов, да, бывает, бывает, что я ее ем. Ну, тоже не часто, но такое бывает. Потому что все-таки это углевод, это сложный углевод. Для меня это полезно, потому что я тренируюсь, мне нужен белок и углеводы тоже. Ну, постой, минуточку, так, секундочку, да. Глютен, это же нейротоксический яд. Есть исследование. Это клейковина. Да, есть исследование американских ученых, серьезных, которые показывают, что человек, который ест хлебцы, овсяные хлопья, и что ты напомни там еще ешь? Пасту твердых сортов. Пасту твердых сортов, еще что? Овсяные хлопья, вот и хлебцы. Хлебцы, пасту. Но хлебцы не содержат муки. Макарошки! Пасту, хлебцы, макарошки. Овсяные хлопья. Овсяные хлопья. Тюреска. Так, исследование показывает, что все люди, которые едят пасту, овсяные хлопья, хлебцы, они все тупеют. У них понижается IQ. Картофель в том числе. И картофель в том числе. То есть, в них снижение IQ идет. Понимаешь, о чем я? Понимаю, да. Но я эти продукты ем редко. Ну, ты за собой такого не замечала вообще? Понижение IQ там? Я считаю, что есть прямая связь между употреблением тех или иных продуктов и тем, какое у нас состояние мозга и как мы соображаем. Конечно, есть продукты, от которых просто образно в возгибе слипаться и не соображать. А есть продукты, которые имеют хорошие высокие университеты. Они действительно питают человека, они действительно принесут ему пользу. Конечно. А есть такие продукты, которые будут лишь вредить ему. Ну, смотри, давай по-другому зайдем, с другого конца. Жалко, конечно, что ты не играла в шахматы, иначе тебе было бы проще. А почему ты так утверждаешь? Объясняю тебе. Есть продукты, которые содержат глютен? Нет, по поводу игры. По поводу игры, потому что шахматы – это масонская игра, которая создает в психике абсолютную логику. Хорошо, но ты сказал, ты уверен в своих словах по поводу того, что играла я в эту игру или нет? Я же не говорю. Я сделал предположение, если бы ты его оспорила. Ага, предположил, хорошо. Предполагаю. Нет, если бы ты играла, ты бы оспорила, а я играла. Она играла, но не играет. Расскажи, пожалуйста. Кандидат мастера спорта, 14 лет, выполнил норму. 14, хорошо, молодец. Но ты продолжаешь практиковаться? В 16 лет завершил карьеру. А начал в 5 лет? Начал в 4 года, отец учил ставить мат ладьей, ну, с самого начала. Вот, не об этом суть. То есть, суть в том, что есть продукты, содержащие глютен и не содержащие глютен. Вот, вот оно, суть, понимаешь, абсолютная логика. Если ты, то есть, есть куча продуктов, которые не содержат глютен. Если ты ешь, ну, есть исследование, шокирующее, да, действительно, которое показывает, что если ты питаешься продуктами с глютеном, IQ понижается. Причем тут такой интересный парадокс, что если человек тупеет, он не понимает, что он тупеет. Только другие люди могут ему сказать. Да, ему становится хорошо, он такой весь расслабленный, ему хочется спать, он становится апатичным, ему не хочется ничего делать и так далее. Да-да-да, такая речь интересная становится у него. Замедленная. Смешок. С тянущим. Да-да-да. Смеется много, да? Да, смешок такой интересный тоже. Человак все так растягивает, растягивает. Я считаю, да, как бы, да. То есть смысл в том, что если человек потупел, например, выпил, постоянно пьет алкоголь, он тупеет. Только он сможет понять, что он потупел, только если другие люди скажут, ну, браток, ты потупел. Иначе он не поймет, что он потупел. Я думаю, он не сможет серьезно эту критику принять. Но он не сможет понять, что он потупел. Он будет упертым. Он будет упертым. В одном случае он сможет понять, что он потупел, если окружающие скажут, ты раньше был умнее, а сейчас потупел. Нет-нет-нет, он это поймет, когда он сам это лично осознает, почувствует, вот лично сам. Сам придет к этому выводу, сам лично. Я так считаю, кто бы что ни говорил, К сожалению, большинство людей зависит от общественного мнения. Пока он сам лично это не почувствует. Пока он сам этого не почувствует. Арсена... Действия могут бесконечно со стороны. И это никак на него может не повлиять. Арсена, цени мем смешной. 30 градусов и 5 градусов. Два петуха. Да-да-да. Ну я его не понял вообще. Типа... Это индюк, это петух. Мне понравился, где вот я фюрер вышел, порисовал, ты видел? Ты аристократ или крестьянин? И в туалет ходит крестьянин и аристократ. Ну да-да-да, это тоже заметно. Забавно все это было. Так, то есть, смотри, Юля, такая ситуация. Ну, человек сам не поймет, что... Вот я, например, отупел, я не пойму, что я отупел. Вот если в конфетче скажут, ну, инсайдер, ты отупел. Ну, тогда я задумаюсь, может, я реально отупел? Так, на секундочку, на минуточку. Но понять, что я отупел, не смогу. Та же самая ситуация с глютеном. Действительно, если понаблюдаем за веганами, которые наседают на глютен... Но не всегда. У меня были стримы, понимаешь, если зайти на мой канал, у меня куча стримов, в том числе и с веганами. И там прямо по речи чувствуется, что человек на другой волне, на других вибрациях, чем я. А я глютен вообще не употребляю, сейчас ты поймешь, почему. Просто это слышно, понимаешь? Потому что тебе не нравится то состояние, которое ты ощущаешь в последствии употребления продуктов, глютеносодержащих. Вот, то есть в Америке есть ученый серьезный, который борется за отмену глютена. Этот ученый опубликовал шокирующее видео с засекреченными исследованиями, доступными лишь недавно на YouTube. Тайные знания, доступные на YouTube лишь недавно. И там он, ссылаясь на эксперименты, показывает график. То есть люди употребляют глютен, и они незаметно, у них интеллект понижается. То есть вот данные, научные, не гипотеза, не фэнтези. Показал данные, и все стало понятно. То есть и я это подтверждаю тоже. Люди, которые употребляют глютен, мне звонили, проводили стримы с ними, беседовали. У них флуктуация речи, такая вот особая тянущаяся речь, другие особенности. Видно, что вибрации другие у этих людей. Вот, то есть смотри. И зная эту информацию, есть как бы два варианта, да, абсолютная логика. Либо, ну, сказать, я не употребляю пищу с глютеном, а ее не так уж и много. И употреблять другую пищу, которая в избытке, правильно? Или за какой-то ненадобностью продолжать употреблять глютен. Мне кажется, что, ну, люди, которые употребляют глютен, они немножко тупели. И они не понимают, что пища без глютена, ее в избытке. Она офигенная, она охерительная, нет смысла просто. Она чистая. Употреблять пищу с глютеном. Потому что, еще такой момент, по классификации американской, глютен идет как нейротоксин. То есть, этот же ученый приводит такой аргумент, что это просто, ну, яд для клеток. То есть, там не только отупение, замедление реакции, возможно, торможение и другие все побочные эффекты. Так как это тупо яд просто для клетки. Передающий сигнал. И поэтому всякие эффекты торможения возникают, в том числе. Ну, там есть расширенные исследования, можно это изучить. Думаю, все знают, изучали. И смысл просто употреблять тогда продукцию с глютеном. Я думаю, что люди отупели, они стали глупенькими из-за употребления глютена. И когда им говорят, что вот, пожалуйста, есть продукты, которые не содержат глютен. Их, они в избытке, там, маракумба, то же самое. Вот. Пожалуйста. Они, из-за того, что они уже отупели по факту, они такие, эй, 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 да ты дурачок, и цайдер, ты ничего не понимаешь. И хлебец в рот себе. Хрям, хрям, хрям. Да, и самое обидное, что они еще, ну, на стриме говорят, да все нормально будет, хрям, хрям, хлебец. Понимаешь, все нормально будет, жрите, да, есть, употребляйте. И, ну, советуют еще другим. То есть, ну, вот я как-то так вижу эту ситуацию с глютеном. Ну, ты согласна или нет, Юля, все-таки? А ты слышал о том, что в древнем Вавилоне было запрещено простолюдинам употреблять орехи, поскольку они могли, говоря простыми словами, сделать человека умнее, он бы стал лучше соображать. Поэтому им было запрещено употреблять орехи. Опять же, идея здесь пересекается по поводу глютена, пересекается с этими орехами, я нахожу. А как глютен? Нет, по поводу влияния на мозг, вот ты говоришь, что глютен ведет к отупению. Так же самое, я считаю, и картофель, который содержит крахмал, рис также содержит крахмал. Подобные действия тоже. Так картофель ели крестьяне. Изначально кто питался картофелем, только крестьяне. Да. Вот, вот, все верно, все логично. Все сходится. А как орехи, связанные с глютеном? Нет, никак не связанные, но орехи влияют положительно на мозговую систему. И простолюдинам их употребление было запрещено. Опять же, почему? Чтобы они не стали сильно умными, говоря простыми словами. И не позволялось их употреблять. Их употребляли высшие слои общества. Вот к чему я клоню. То есть ты клонишь к тому, что можно съесть продукт, например, картофель с глютеном, потупеть, потом съесть орех и поумнеть, то есть нивелировать эффект, правильно? Я считаю, лучше изначально иметь чистое питание, питаться чисто, а не действовать по такой теории, что сначала себя загрязнять, потом очищать. И так, не бесконечности. Лучше изначально уже делать вещи и делать действия, которые будут лучше для меня самой и для каждого человека. Понятненько. А зачем тогда ты ешь продукты с глютеном? Я их ем редко, потому что я считаю, что в моем рационе в основном преобладает пища безглютеновая. Более чем на 90%. Я считаю, что это как капля в море. Глютеносодержащие продукты. Но, возможно, позже я сведу к минимуму или вообще к нулю это употребление. А ты вообще веган, правильно я тебя понял? Сейчас нет, на данный момент нет. Я была веганом на протяжении полугода. Сейчас я не употребляю пищу мяса, но я ем рыбу. Не часто, но я ее ем. Но по поводу употребления молочных продуктов или яиц. Яйца я не употребляю. Молочные продукты большинство нет. Но бывает, что сыр употребляю. Понятненько. А почему так мало полгода? Тебе поплохело, что ли, на веганстве? Я почувствовала, что мне захотелось сыра. То есть я слушаю свой организм. Полгода, который я была на веганстве, мне давалось, этот период мне давался легко. То есть я себя не ограничивала специально. Я имею в виду, не было такого, что я вот хочу молоко, но я вот специально себе не разрешаю. Нет. Мне давалось это легко. То есть я себя чувствовала хорошо. Просто потом мой организм дал мне такой сигнал, я почувствовала, что мне захотелось сыра. Я это сделала, я его употребила. И веганство завершилось. Но то веганство, оно перешло, переросло в вегетарианство. Я потом полгода была на вегетарианстве. Получается, что веганство, оно не работает. То есть это наебалово, цеховый контент. Потому что по теории веганов, когда ты полгода не ешь, у тебя должно произойти очищение от животного, всего животного, да, как бы в теле. От токсинов, ты очищаешься, очищается, вибрации повышаются, повышаются, повышаются. И раз, и тебе, ну, все. По гипотезе, да, вот этой веганской. И тебе хорошо. Да, тебе хорошо, тебе не хочется уже ничего, ну, животного. Но это гипотеза, а на практике, потому что я сам тоже пытался стать веганом, когда аристократический пресс подкачивал, вот. То есть на практике обратная ситуация. Ты отказываешься от животного, от животного тебе все хуже, хуже, хуже. Стресс накапливается, и ты уже такой, да что вообще это за фигня происходит. Это полный бред. Если просто плохо. Ну, тяжело жить в таком состоянии. Тебе уже ничего не радует. Это не очищение, это, ну, жизнь такая вот, как бы. Это все индивидуально. Если тебе не удалось, не значит, что никому другому это не удастся. Нет, лактовеганство работает. Если нет непереносимости малышных продуктов, то это более-менее работает. Еще бывает. Ово, лактовеганство. Я вообще про любое веганство. Зависит от конкретного человека. Ну, то есть ты подтверждаешь, да, Юля, что это тоже цеховое наебаловое веганство, что обратный эффект. Юль. Слышно меня, алло? Алло, слышно меня сейчас? Да, тебя слышно. Юль, ты тут? Алло. Да. То есть ты тоже подтверждаешь, что этот цеховый контент, эффект обратный при веганстве? Нет, я считаю, что оно влияет хорошо на организм человека, на его сознание. А если так хорошо влияет веганство на организм человека, тогда почему ты перестала быть веганом? Парадокс? Ну, я сделала то, что я почувствовала, то, что я захотела, то, что мне подсказывал мой организм. Понятно. Я все меньше и меньше тебя понимаю. Может быть, ты сидишь на глютеновой диете прямо сейчас? На какой, на банановой? Глютеновой. А, на глютеновой диете нет. Да не, я инсайдера спрашиваю. Такое впечатление, что он на глютеновую диету прямо сейчас сел. Я думаю, что нет. Он вообще глютен не употребляет. Да и что-то как-то он меньше тебя понимать начал. Это вызывает подозрения. Чем больше он меня понимает, тем больше он меня не понимает. Нет, ты просто говоришь непонятные вещи, как Барбара, знаешь. Ну, на непонятном языке. То есть, в своей голове ты не можешь сопоставить одно с другим. Нет, ты сначала говоришь, ну, то есть, смотри, если веганство, оно так офигенно, так, ну, такое потрясающее, так все замечательно, тогда почему ты и в том числе все ребята, ну, в том числе мои адепты, они бросают веганство, потому что они начинают испытывать стресс, когда жировая ткань заканчивается, запасов нет, стресс, и в итоге им нужен источник животного происхождения, в частности, витамин В6, В12 и так далее. То есть, все логично, понятно. Естественно, жировая ткань закончилась, стресс, нужен приток этих витаминов, группы В, и они, ну, начинают сыр, там, вот эту вот рыбу и так далее есть. Ты говоришь, что наоборот, полезное веганство. Так, ну, противоречивые вещи ты говоришь, которые сами себе противоречат. Инсайдер, дай я тебе объясню. Юля говорит, что веганство полезно, но организм Юли говорит, что веганство не полезно. Все же логично. Инсайдер просто хочет втереть свою дичь, и все. А вариантов намного больше на самом деле. Говори, Юля. Ты отошел от темы. В смысле? Ты так и не сказал. Продолжаешь ли ты практику игры в шахматы или нет? Денис, ты это слышал? Денис! Не, я сверлил. Повторите, пожалуйста. Это жестко сейчас было. Юль, можешь повторить? Нет. Дословная цитата. Мы отошли от темы. Продолжаешь ли ты сейчас игру в шахматы? Конец цитаты. Ну да, но ты продолжаешь игру в шахматы? Ну да, прямо сейчас продолжаю. Нет, Юля, ситуация такая, что мы начали обсуждать тему. Тема до логического конца не дошла. Ты зачем-то про шахматы спрашиваешь. То есть, ну, полезно вообще веганству или нет? Я считаю, что да. Ну, если... Просто у тебя был вопрос, что почему же я перестала быть веганом? Я считаю, что так. Организму перестроиться не так просто сразу веганом и на всю жизнь. Да, такое тоже может быть. Но почему я только полгода была веганом и перестала им веганом? Я это так объясняла, что постепенно это все происходит. Полгода я была веганом, потом перестала им веганом. Возможно, когда откуда-то снова стану веганом. Потом видно, будет ли это так или нет. Но я допускаю ситуацию, возможно, и, может быть, я буду... Более длительное время, чем полгода. То есть ты сейчас, получается, попитаешься продуктами животного происхождения, поднакопишь... А конкретно рыбой. Да, конкретно рыбой. Поднакопишь жирок и еще раз попытаешься стать веганом. На этот раз уже год продержишься, правильно? По поводу года я не попытаюсь, стараюсь. Собираешься, да? Понятненько. То есть в душе я веган. Я это чувствую, что в душе, да, у меня есть такое желание. Это не просто желание. Понятно, понятно. Я даже не знаю... Ни на чем не основано. Это действительно, я считаю, что пища, которая чистая по... Ты пропадаешь, пропадаешь, последние слова пропадают. Да, в общем, пища не должна быть получена в результате чего-то насилия, каких-то чьих-то страданий животных, боли и страха. Вот у меня такое. Ну, я тебя понял, Юлечка, я даже не знаю, спасать тебя или нет, или оставить тебя, в общем-то, ну, в своем мини-мерке, чтобы ты с этими веганами тусовалась, как бы, и гробила свое здоровье, и чтобы у тебя была преждевременная старость. Даже не знаю. Да, она потому и съехала с веганства, что у нее окружение не соответствует. Как бы, тусуется не с веганами и все такое. Нет, нет, это не да. Даже не знаю, спасать тебя или нет, но все-таки совесть не позволяет тебя оставить умирать. А рассказываю историю. Значит, на ютюбе есть такой блогер Сверич. Это бывший веган. Да, он тоже, как ты, был на веганстве, сидел не полгода, а год, потом два года, и в итоге, ну, то есть, ставил рекорды, сколько он сможет продержаться на веганстве. Точно такая же история, как у тебя. Вот. И в итоге его госпитализировали. Потому что веганство, при отсутствии, значит, продуктов животного происхождения, длительные промежутки приводит к госпитализации. Он попал в больницу, он там в своих видео рассказывал об этом. Кстати, блогер американский, перевода нет. Вот. И вот он рассказывает реальный опыт веганства, не вот эту пропаганду нового мирового порядка. И он там тоже доказательства приводит, почему это пропаганда нового мирового порядка. Но он рассказывает свой опыт, свою жизнь пересказывает. И в итоге, он дальше продолжает свою историю, своей жизни, он рассказывает. Я наткнулся на немецкого профессора. И фамилию его, имя тоже вставляет. И говорит, что этот немецкий профессор, он умирал от рака. И в результате, ну, как бы он тоже был веганом, начал умирать от рака. И все уже положили на него болт, грубо говоря. То есть, он должен был умереть. Но он все бросил веганство и поддался своим инстинктам, да? Профессор немецкий. И начал есть сырое мясо и запивать кровью сырой. Представляешь, да? Немецкий профессор. И в результате, рак кишечника у него отошел. Палеодиета. Да, палеодиета. Это когда сырое мясо, сырая кровь. Без термической обработки. Ну, конкретно, мясо, рыбу. Птица. Да, сырая кровь, сырое мясо. И вот этот блогер, Сверич, он сейчас... И он ожил. Да, он ожил. И вот этот Сверич, блогер, сейчас он по этой палеодиете снимает видосы и ест на камеру сырое мясо и кровь. И бесконечно оживает. И бесконечно оживает. Это, да, первый плюс. Второй плюс, то, что он действительно подкачанный. У него растут мышцы. Не так они медленно растут, как на веганстве, а реально. Ну, он тренируется, ведь одним питанием мышцы не нарастешь. Смысл в том, что... Тренировки в комплексе. Смысл в том, что на веганстве мышцы растут плюс 5%, а на сыром мясе плюс 15%. Вот это вся разница. Ну, по процентам не знаю, но мой тренер мне говорил, что на питании мышцы медленнее растут, чем на питании животного происхождения. Вот. То есть... Ну, ты видела до этого блогера или нет? Нет. Нет? Ну, посмотри. Посмотри. Вот. То есть... Смысл в том, что... Веганство, оно приводит к понижению интеллекта. Так же, как глютен. Ну, вывод финальный. Почему так происходит? Потому что для... Ну, мозгу нужны витамины группы В. И... В чем гениальная задумка иллюминатов? В том, что ты просто подсаживаешь крестьян на травку, да? Зеленую, блядь, чтобы они щипали, которая из земли растет там. Это вот все... Пшено, глютен, вот это вот все там... Как это... Картошка, блядь, свекла. Ну, для крестьян. Ты же сама язвы не чувствуешь. И вот крестьян это подсаживаешь, они едят это все. И из-за нехватки витаминов группы В значит, у них вынижается интеллект. Ну, гениальная... Гениальный развод иллюминатов. Какой айкью у Сверджа? Вот. Единственный способ избежать понижения айкью это вкалывать в себе витамины группы В в мышце, то есть, ну, в кровь, как бы, шприцом. Это при веганстве ты имеешь в виду? Да, при веганстве. Тогда, да, можно, можно тогда нивелировать эффект. И более-менее, ну, существовать на веганстве. Будет стресс, но... А я скажу, какой айкью Сверджа хуёвый? Ну, Сверджи достиг большего, чем ты, поэтому уж явно больше, чем у тебя. А ты знаешь, чего я достиг? Уж поверь, знаю. Покажи. У тебя нет профов, а у меня есть. То есть, смысл в чем? Смысл в том, что ну, ты сможешь функционировать, существовать более-менее, да, если будешь вкалывать витамины группы В, и будет стресс, естественно, от скудного питания, от травки, вот этой вот зеленой, будешь в стрессе пребывать, но интеллект, да, более-менее не понизится, если будешь вкалывать витамины. И безумие полного не наступит, потому что веганство, оно в итоге приводит в безумие. Вот. То есть, такой сеттинг, да, ну, ты сама это почувствуешь. Я говорю, я к тебе ничего не призываю, а просто попробуй год, да, на веганстве посидеть, у тебя начнется безумие, туман в голове, и просто вспомни, да, посмотри Свериджи, то, что он говорит, сопоставь факты, ты все поймешь, кто тебя наебывает. Веганский цех, миллионы видосов, которые спонсируются на ютюбе, каналы-миллионники, или Сверидж, у которого относительно скромный блог, скромный канал, относительно вот этих цеховиков-миллиардников, которые впаривают вот эту дичь, что крестьяне должны травкой питаться. Как-то так. Ну, ты не только практика, я тоже через практику прошел, вот сейчас питаюсь только сырым мясом, кровь пью свиную, да, и никакого стресса нет, наоборот, хочется творить, что-то делать, создавать, там, бизнес, аристократический и прочее, на мясе, на крови, да, на сырой. А при веганстве, ты как бы, тебе ничего не хочется, тоже важный аспект. ты ничего не можешь создать, потому что у тебя туман в голове от вот этой вот некачественной пищи, как-то так. Вот. я через практику пришел к этому, и ты тоже только через практику сможешь прийти, в принципе, по-другому не получится. Ну, ты согласна с чем-то, или есть что сказать по этому поводу? А что ты думаешь насчет адреналина, который выплескивается в кровь животного, во время того, когда его лишают жизни, жизни лишают его, и ведь человек, потребляя мясо или кровь этого животного, он тоже получается внутрь себя этот адреналин, то есть он к нему тоже переходит. И, возможно, это может повлиять на его состояние, например, психическое состояние, но хотя ты сказал, что у тебя отсутствует какая-либо агрессия, но все-таки как ты думаешь? Адреналин, он же, предается человеку от животного, потому что животное испытывало страх, чувство страха и страданий. Это означает, что у этого продукта уже есть определенная энергетика и явно она не какая-то там чистая и благостная. Отвечаю сразу же, не думая, разумеется, передается адреналин от убитого животного, и это хорошо, потому что нет доказательств, которые бы говорили, что это плохо. Да, передается, да, съел, убил животное на охоте, съел, тебе передался адреналин, и это хорошо, но цех пропагандирует, что это плохо, грубо говоря, схуяли, это плохо, с чего вы взяли, где факты, где доказательства, где эксперименты, где, если это плохо, вопрос, хорошо, если это плохо, почему я убил утку на охоте, съел ее сердце, весь в крови, и мне хорошо, целый день охотился, да, с чего мне, с чего мне плохо, с чего это плохо, я кайфую, адреналин, передался мне, я поймал, то есть, ты должен поймать, понимаешь, что это ферма под куполом, на плоском диске, мы живем тут, и здесь есть определенные правила, что все друг друга едят, и поэтому поедание друг друга, это, ну, ты можешь это отрицать, как-то, избегать этого, но это создаст дополнительные страдания, чтобы страданий было меньше, все должны поедать, потому что так задумана система, и ты живешь биологически, твоя душа находится в теле, ты никак не можешь этого избежать, вот задумайся над этим. Тоже хотел Юли вопрос задать, то есть, если мы вообще осмотрим всех, кроме людей, все друг друга едят, по сути, то есть, так устроено создателем мотив. А в чем состоит вопрос? Ты спрашиваешь, что ну, ты говоришь, карма нарушается, ну, твой основной мотив, что карма нарушается, энергетика человека, да. ты же как сама идешь против системы, то есть, убиваю это не с целью страданий гаваха, а с целью себя прикормить. То есть, не ради удовольствия, а ради жизни, получается. Ну, как изначально задумывалась. Мне рецептная пища нравится, и у меня лично нет желания потреблять мясо. Еще считаю, что первая группа крови, он может даже не отвечать на это мое предположение, или может ответить, но я так думаю, это люди, которые раньше были такими хищниками их. Они в прошлых жизнях они ели мясо. Обычно у таких людей первая группа крови, может и нет. И без мяса они живут. Растения тоже живые получаются существа. Они также развиваются, также умирают. Растения живые. корма тоже не знаю, что они жбы. Назовите хоть одно растение, которое болеет плесенью. Нет такого. А ты назови человека, у которого растут рога. Или хвост. нет, я сейчас за грибок и прочие. А я за рога. И копыта. Но рога тебе не помешают жить, дружок. Ну ты с той же серии с одной на другой перескакиваешь. Дружок, дружок, не ешь пирожок. То есть первая группа крови это хищник. Да. И это что-то плохое, правильно? Это неплохо или хорошо просто так есть. Эти люди любят мясо и они понимают, что если они мясо не едят, им становится некомфортно и просто неприятно. Что мне делать? У меня первая группа крови, я никогда не ел мясо. Ты не ел мясо, но хорошо, продолжай в том же духе. Ну мне первая группа крови может мне переливание сделать? Нет, зачем? Ну поменять как-то группу крови. Ну ориентируйся на свои ощущения, если ты себя хорошо чувствуешь, то вопрос, зачем тебе что-то менять? ты фюрер, в прошлой жизни мясо наелся, вот не хочешь. Возможно. Но Юля в целом верные штуки говорит, то что в животной среде есть разные как бы виды, которые жрут мясо, которые не жрут мясо и так далее. Сколько угодно формаций можно найти. совместные, комплексные и так далее. И также в людской среде есть разные люди, которые жрут... кто в животном среде мясо не жрет? Ну так, сходу назови. Улиточка. есть животные, а есть звери. Это разные вещи. Звери это хищники, животные нет. Ты думаешь, улиточка не жрет мясо, да? Улиточка любит листочки поедать. Потом в этих листочках образовывается отверстие. Вопрос сходу, Юлечка, Юленька. Ты видел видео, как козел ест цыплят на ютюбе, шокирующий контент? Козел подошел к ведру, где цыплята, и он просто их всех раз-раз пережевывает и жрет. Зачем козел, который питается травкой и ест цыплят? Сходя, что он ебанутый. Потому что возможно в его окружении не травы. Знаешь, как в людской среде перепутал там отсутствовала трава, и поэтому он как единственный вариант выхода нашел такое, что есть цыплят. нет, нет, козел пасется на лугу, просто оставили цыплят в ведре, он подошел просто о, цыплята, и начал их пережевывать и жрать. Шок-контент ютуба, козел ест цыплят, вбей посмотришь. Зачем он это делает? Если положить в ведро что-то другое, то он это сожрет. Нездоровый. Я эксперименты проводил, и тряпки кидал, все сожрет. И на самом деле это странно. Он мог бы довольствоваться травой. На самом деле мы многого не видим, даже те, кто траву едят, неизвестно какое животное там, живое существо на этой траве сейчас находится. Да-да-да, маленькие лягушки. А теперь представь размер кармы. Сколько там в мясе, например, в козле одно живое существо. И сколько в листочке живых существ может находиться одновременно? Листочек это неосознанно, понимаешь? Он имеет в виду сознание четенько убиваешь, четенько разделываешь. Это уже совсем другая тема. Ну это ты себе отговорки придумал. Какие отговорки я себе придумал? Я и не так, и не так не ем. Ну понятно, козел двинулся кукушкой и начал цыплят есть с аппетитом. Вот так Денис происходит в живой природе. Кукушки двигаются просто. Да, если даже льва закормить, он тоже козла жрать не пойдет. Он будет с ним дружить, пока не проголодается. Так же и с людьми все добрые, но если посадить их в запертое помещение и не давать есть кто никого не съест. Так устроено? Совершенно верно. И даже более, если козла с тигром воспитать с детства, чтобы они не жрали друг друга, то очень большая вероятность, что они вообще друг друга не сожрут даже в одной клетке с голоду. с людьми не с же херня. То есть многие как бы хуже, чем животные. Ну так во всех этих писаниях, сказаниях там и написано, что нужно убивать только животных там, только ради себя прокормить, а не ради удовольствия какого-то, гаваха, страдания. Понимаешь, какой ассортимент везде невъебенный. Вообще можно никому вреда не причинять, даже себе. Там безглютеновые диеты всякие, хуё-моё, чего угодно можно намутить. Ну пожалуйста, составь нам всем расписание, как там сказать, диету составь и по полочкам распиши, там с утра встал поел то-то, с утра встал поел то-то. Вы это можете сделать самостоятельно, а мне за другое платит. не можем это сделать, мы их уже давно сделали, если матки, но раз ты знаешь, как ты сделай, пожалуйста. Ну понятно, понятно, темы сыты, все ясно. Юля, у тебя есть еще какие-то вопросы ко мне остались? Есть вопросы ко мне вообще какие-то? слушай, расскажи, что с этим диком пиздената? Сдох! Давай не будем авто вопросы какие-то спрашивать. тогда нету вопросов. Юль, у тебя есть еще какие-то вопросы? может быть что-то осталось? Таня Сейчас утро уже надо попку идти качать. Я вот тоже как бы собираюсь. Там птички поют, все такое. ты сейчас попку пойдешь качать? Я так понял, да, Юль? Ну да, на турничках. На турнички сейчас пойдешь? Ага. Я Юлю спрашиваю. Да, Юль? Да. Нет. А ты качал уже попку сегодня? Да. Сколько раз в неделю попку качаешь? Два раза на велосипеде еще за водой надо заехать. Вы имели ввиду ягодичные мышцы? Ну да, да. Да так, редко. Раз в недельку. А что так накачано уже поэтому? Ну раньше три раза я поняла что я понятненько. А чем обычно занимаешься каждый день? Ну к обычный день просто на ютюбчике смотришь цеховый контент вот этот который продвигается в трендах конспирологически да и и все? Я гляну гуляешь на ютюбчике и гуляешь потом ютюбчик потом конфачи в дискорде разные и все да книги читают какие последние книги которую прочитала? Хозяева мира но я ее от до канала прочла или в процессе в процессе я читаю пропадаешь еще раз что читаешь? Я читаю несколько книг одновременно в том числе разговорник русско-английский то есть так всего по чуть-чуть книга еще такая максимальная энергия также империя джей-зи художественная литература или что там полезное? полезное да максимальная энергия что какие навыки ты приобрела в результате прочтения? там говорится о том как повысить свою энергию а конкретно о том как лучше высыпаться какое питание должно быть чтобы человек не чувствовал себя утомлен чувств себя на энергии ну допустим как пример когда человек отходит ко сну должна быть обстановка такая которая приведет к максимальному расслаблению то есть на так телефоны должны быть выключены и вообще они должны находиться не в спальне в другой комнате не должно быть каких-то отвлекающих предметов так в общем-то и все а вот у нас Арсен в конфаче засыпает под конфач под разговоры под рок засыпает под конфач под разговоры в конфаче неправильно делает парень да надо отключать ну да в идеале да нужно отключать но может быть так что он заснул под конференцию сам того не планируя он заснул а потом может быть он там через часик проснется и увидит оказывается тут конференция и выключит ее и дальше продолжит свой сон такое тоже может быть я думаю ну возможно такой вариант возможно это понижает энергию да и неправильно он делает да ну он также не должно быть в спальне телевизора или если он там находится он должен быть выключен даже выключен из розетки желательно каких-то зарядных устройств для телефонов потому что от них идут все-таки эти волны электромагнит из розетки вай-фай в идеале тоже нужно выключать соседский вай-фай а соседский вай-фай но на это уже повлиять не получится тогда тогда нужно есть решение переезжать в частный дом шапочка из фольги и магнит под кроватью переезжайте в виллу куда-куда переезжать в виллу на виллу да конечно в тайланде много заброшенных вилл полно русских уже переехал понятненько ну вот аксен как раз заснул под конфач я чувствую ты тоже уже да я тоже это чувствуется подустал уже тоже 6 часов утра все-таки вот арсен местный аристократ и забыл выключить айпад и заснул не по фэншую вот ну думаю мне в принципе все понятно да я все понял в принципе что я могу сказать ты Юля девчонка в принципе такая юморная забавная прикольная можно сказать да приятно с тобой пообщаться будут стримы соответственно заходи всегда рады тебя слышать объявление о стримах соответственно в разделе объявления вверху когда будем собираться вот приятно было с тобой познакомиться пообщаться все-таки задумайся так на минуточку на секундочку дачу о чем мы говорили сегодня ночью ну так перед сном подумай вот я пошел спать тогда тебе хорошего настроения удачи заглядывай делись своим мнением с ребятами всегда рады тебя слышать ну еще раз удачи и покедала тогда вам прият у тех ваш ну что еще у Продолжение следует...